Мои хорошие, доброго-доброго утречка. Я собралась на работу и решила с вами немножко быстренько поговорить, потому что время потом, не знаю, будет или нет. Так вот, сегодня ровно три месяца, как я на кето. Ура, как быстро время пролетело, незаметно, классно, вкусно. Вот, сегодня что, конечно же, поговорим про вес, поговорим про объемы. И у меня есть один вопрос, который ко мне, вернее, пришел, не у меня. Вот, и я хочу на него ответить. Вопрос состоял в том, чем отличается ПП от кето, и почему я его выбрала именно для себя. А еще там было так интересно написано, неужели так есть, можно похудеть? Можно, можно, мои хорошие, можно, конечно же, можно. Во-первых, что я хочу вам сказать. Почему я, конечно, перешла на кето, я не буду так рассказывать полностью, и развернуто, потому что самое первое видео у меня там как раз-таки есть ответы на эти все вопросы. Но скажу немножко так про инсулинорезистентность и кето, отличие от ПП. Да, у меня инсулинорезистентность, это я узнала, сдав кровь, глюкозотолерантный тест, мне показалось, что у меня там инсулин зашкаливает за 500 с копейками, я врать уже не буду, не помню, сколько точно. Так вот, в чем отличие? Ну, конечно же, в том, что вы едите, это уже понятно. Отличие в том, сколько раз вы едите за день, потому что на ПП 3 приема пищи, 2 перекуса, на кето этого нету, на кето или 3 приема пищи, у меня 2 приема еды, потому что я еще соблюдаю интервальное голодание, когда там может быть 1 раз, да, и мне этого достаточно, я себя чувствую комфортно. Вот, самое главное отличие в том, на чем работает твой организм. При обычном питании, при ПП, не ПП, без разницы, организм работает, как ни крути, на глюкозе, которая вырабатывается с углеводов, которые вы едите, каши, крупы, сладкое, мучное, хлебобулочное, все вот это вот, все дает нашему организму глюкозу, на которой он и живет, существует, выделяется энергия, и все в этом духе. Вот, что же касаемо кето, получается так, что организм перестраивается, естественно, сначала, он сначала сжигает все, что у него есть внутри, так скажем, в плане того, лишняя глюкоза, где бы ее вытащить, где-где-где, где, а потом он перестраивается на кетоны. Да, работает организм на кетоны, которая у нас идет из жиров, из собственных, и из запасов, и которые мы едим. Да, самое главное, которое мы запасли. И самый плюс в кето, то, что если даже ты переедаешь жиры, то ты не поправишься, потому что организм их переработает. Ну, конечно, если ты не будешь есть, извините меня, тоннами, да, понимать надо, что мера-то все равно, как ни круче, должна быть. Допустим, если я сегодня переела свой немыножко-суточный калораж, который должен быть, я отказываюсь девочке считать, я не буду считать, я считала четыре дня выходных, и я просто поняла, что у меня прям к концу четвертого дня уже мысль о том, чтобы положить кушать без подсчета, мне прям страшно стало. Думаю, эй, не-не-не-не, мы в этом купались, мы там были, этого не хотим, поэтому нет, все, считать я не буду. Вот, то есть если, вернемся, да, то есть если вы немного переели жиров, то они у вас не откладутся на каком-нибудь боке, на какой-нибудь там, я не знаю, животе, руке там или еще где-то. Организм прекрасно его переработает и выведет. Вот, я думаю, надеюсь, я вам понятно это все объяснила. Так, теперь давайте поговорим по поводу веса и объемов. Девочки, по поводу объемов я в одном объеме была вообще в шоке, но последний раз я объемы измеряла 25-го, 12-го, 22-го года, то есть прям перед Новым годом, это за 2 месяца. Получается, начнем с минимального. Минимально у меня ушли бедра, я не знаю, может, я не там считаю, я не так считаю, не на одном этом же месте, ну ладно, 3 сантиметра. В объем в талии я измеряю на уровне пупка, ну как раз у меня здесь такой переход идет в моей талии, может, я не там считаю, не знаю, 4 сантиметра, и вот здесь ошибиться, ну просто я не могу. Грудь, объем груди, я считаю, не саму грудь, мне не надо, чтобы она худела, и вообще вот я буду рада, если она не будет худеть, у меня к ней претензий нет, не надо, но зараза худеет. Я меряю под грудью объем, потому что грудь может уменьшаться и, короче, мне не важно вот эта вот часть, что там она уменьшится или нет, девочки, у меня получается 7 сантиметров за 2 месяца под грудью. У меня ушло 7 сантиметров, вы представляете? Вообще в шоке. Хотя, когда мы в воскресенье, в воскресенье мы семью ездили в торговый центр, в телеграм-канал я скидывала, мальчики у меня в бургерки не ели, а я еще только задавала вопрос, что я ем. Ну, короче, я одела кофту, которую я не одевала очень давно, и она на мне так висит, девочки. Да, ну, как бы на талии внизу она так держится, не было, ну, вот вверх он просто на мне прям болтыхается, где живот так вот болтыхается, да, ну, то есть нижняя самая часть кофты резинки еще более-менее на мне держит, а все остальное, это, я маме говорю, это что такое? Нет, ну, я не против, я только за. Вот. Ну, и давайте быстро по поводу веса. По поводу веса хотелось бы больше, говорю сразу, ну, блин, ну, что есть, спасибо. Спасибо, я сейчас вам ставлю фотку, я фотографировала, уже не снимала, получается у меня 113 500. С прошлого раза у меня минус полтора килограмма, 1 на 4, 1 на 4, если бы точнее. Ну, что имеем, что имеем, то имеем, ладно, спасибо, спасибо. Я это вижу все равно. Понимаю, что это не показатель особый, и что хорошо худеть не сильно резко, 4-5 килограмма в месяц, и то хорошо, поэтому я не против, у меня время есть, я не тороплюсь, я не лечу никуда. Конечно, не хочется к этому килограмм-полтора в месяц, хочется вот 4-5, 4-5, было бы идеально, надеюсь, так и будет. Все, мои хорошие, заболталась я уже, побежала, попозже, конечно, вам покажу, что я буду кушать на работе, ну, как обычно. Все, побежала, всего хорошего, хорошего вам дня, всего-всего самого замечательного. Ну, и вот мой завтрак, сажусь кушать. У меня здесь печеночные оладьи, печень куриная, пселевая, немножко маслина, зелень разная, петрушку, круп, огурец и сыр панцам, конечно же, будет кушать с санзамом, без молока и без сливы. Приятного аппетита! Пришли с Кириллом сада, и я забрала свою посылочку. Мне пришли вот эти две книги. Вот эта книга Генералова, которая у меня была, я ее уже все прочитала, мне она очень понравилась, очень интересна. Кратко, прям темы, вот все четко, как и надо. И здесь еще в конце очень много всяких рецептов, вот, интересных для меня, кстати. Здесь есть кое-что, что можно сделать вкусненькое, сладенькое, по типу хлеба, салаты, ну, вот, видите, всего-всего. Чизкейки, творожный мусс, ягодами, шоколады, ой, короче, можно готовить, было бы желание. И вот эти две книги, мне прям, я почитала содержание этих книг, и я их заказала, но заказывала я их на Авито, через Авито. Вот, мне они наконец-то пришли. Если честно, я рассчитывала, что они придут мне до вот этих вот выходных. Но, к сожалению, нет. Состояние в хорошем. Я вот книги, как бы, не вижу ничего такого, если заказать их через Авито. О, что-то такое интересное. Ну-ка, 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 ну-ка. Где? Про авокадо. Нет, где-то масло МЦТ мелькало. Кокос и ААСЦТ. Что такое СЦТ, я не знаю. Ладно, все узнаем. Все почитаю. Знаете, такая мысль, может, мне пора учиться в этой области, а? Потому что что-то меня прям захватывает тема питания, тема похудения. Хорошая мысль о девочке, а? Сажусь кушать. Не стала уже салат вмещать сюда, иначе здесь была бы гора, потому что здесь листья салата, айсберг, огурец, заправлено майонезом, посолила. И здесь у меня пожаренное мясо. Даже, можно сказать, не пожаренное, а я ее томила. Вот, масла сильно много не лила, сок сам дался, так на медленном огне, так оно и, ну, потушилось, пожарилось. В приправах, конечно. Так, маслины, адыгейский сыр, будет чайная ложка вот этой вот горчицы дижонской, я ее очень люблю, и немножко орешков. Давно орешки не ела. Все, конечно же, кофе к орехам и к адыгейскому сыру. А сейчас вот. Приятного мне аппетита. Сажусь кушать быстренько. Опять у меня печеночная ладья. Ну, да, еще остались. Еще и на завтра остались. Не знаю, мне вот так комфортно приготовила. И пускай, ну, тебя, не знаю, на несколько дней, чем каждый день готовить. Здесь у меня салат точно такой же, как я делала себе вчера. Там приличное количество. Вот, маслины, чуть-чуть прям сыра и кофе с акзамом будет. Все, весь мой прием еды. Еж достаточно. Перебора явно нет. Главное, чтобы жиров хватало. Все, буду кушать прям, что-то голодное я их кушать хочу. Ну, а после еды у меня прием моих добавок. Вот такая вот у меня есть таблетница. Здесь на два дня, то есть на сегодня и на завтра я ношу на работу. После еды я всегда выпиваю. Да, я записала видео со своими добавками. Или оно выйдет до этого видео, или после. Ну, просто сам факт, что да, вот мои добавочки, которые я сейчас пью. Здесь как жирорастворимые, так и водорастворимые. Поэтому все сразу. И ферменты, и не только. Сажусь кушать. И вот что у меня будет. Как-то мяско, скажите. И все, что ли? Нет? Не все. О, здесь у меня кусочек мяса. И крыло одно. Мясо закончилось. Захотела прям хлеба что-то. Вот, сделала хлеб нам с маслом и адыгейский сыр. Вот, с кофейком. Будет самое то. Салата много. Салат, мне кажется, если бы я сюда салат выложила, его было бы, ну... Вот это одна по-треть тарелки была бы всего лишь свободная. И вот так просто положила брынзу. Не захотела крошить. Вот так съем. Кофе не наливаю, потому что хочу прям горячий. Там сахарозаменитель и кофе насыпано. Ну и все. Лисичка по дорожке и нашла сказочку. Взяла и пошла дальше. Пришла в деревню и стучит. Тук-тук-тук. Кто там? Это я. Лисичка-сестычка. Пустите плинчевать. Да на себе тебя тесно. Да я вас не потесню у вас. Сама лягу на лавочку, Хвощик по лавочку, Скалочку по печку. Вот она сама Игла на лавочку, Хвощик по лавочку, Скалочку по печку. А на утро Остала? Проснулась. Проснулась? Жала? Сожгла. Скал... Скал... Жала свою скалочку? Игла? И спрашивает потом. Где же моя скалочка? Дайте мне за нее гулочку. Хитрая какая, Лиса. Да подождите. Да тихо. Ждем, ждем, ждем. Слушай. Я обалдею, девочки. Мужик делал. Делать не мужик что должен? Мужик... Да подожди. И мужик сказал, Нечего делать. Потом отдал курочку И понесла. А потом... Подожди, подожди. Ну, Кирюш, подожди. Нет, еще... Это... Взяла лисичка курочку. Идет и поет. Идет и поет. Идет и поет. Шла лисичка по дорожке. Нашла скалочку. Подожди ты. Шла лисичка по дорожке. Нашла скалочку. Нет, за скалочку. За скалочку. Нет, взяла... Взяла курочку. Взяла курочку. Ну, вот, это она так пела. Дальше. Пришла она в другую деревню. И... 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 Курочку по печку. И... 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 Дальше. Я курочку, и говорит... Нет, подожди. Да подожди. Села, а потом говорит. Села, и... Да без наник до слов даже, мама. И потом и говорит... Где же моя курочка? Где же моя курочка? Дайте мне зеленьку, сучку.